Поэзия – это дар, считают участники фестиваля «Самоцветы». Лариса Назарова первое стихотворение сочинила в три года. У нее с детства легко получалось складывать рифмы. Это было яркое впечатление. Пришла бабушка зимой. Она была в таком пальто оранжевого цвета. И я прям срифмовала на пороге. Ты в кирпичном пальте, золотистом кольце, на пороге стоишь, на меня ты глядишь. Дальше понеслось. Лариса Назарова не пропустила ни одного конкурса поэтов. В этом году читать свои стихи она будет с особым чувством. Ведь на сцене их двое – поэт и ее будущий малыш. С днем рождения, город! Поздравить позволь тех, кто в гости зовет, предлагая хлеб-соль. Кто сегодня трудом тебя славить готов, Чтоб сильнее ты стал всех других городов. Фестиваль народного творчества «Самоцветы» за годы не утратил своей значимости и участвовать в конкурсе престижно. Поэтическая номинация – одна из самых интересных. В стихах поэты передают свои мысли и чувства. То, что волнует каждого из них. Этот фестиваль рождает новые имена. Он повышает уровень всех наших участников. Тут многие участвуют уже по несколько раз в нашем фестивале, становятся лауреатами фестиваля. И все равно интерес к этому фестивалю не ослабевает у людей. Наталья Панова писать стихи начала в достаточно зрелом возрасте. Строки рождаются сами и не отпускают поэта, пока она не перенесет их на бумагу. Я никогда не любила стихи, кроме школьной программы. Никогда ни с чем не знакомилась. Но Пушкина я очень любила. А потом вдруг в 50 лет я стала писать стихи. В 50 лет, и причем не только стихи, они у меня стали рождаться еще с музыкой. У меня написано более 100 песен. Выступаю. У меня два своих салона я веду. И стала жить поэзией. Вот сижу с удовольствием, слушаю других поэтов. Без поэзии, без музыки жить нельзя. Хотя я по образованию техналь. Я Бамовский институт закончила. Литературное объединение «Парнас» в этом году отпраздновало свое 20-летие. В честь юбилея вышел сборник стихов. Некоторые из них звучали на фестивале «Самоцветы». Здесь все мое от самой колыбели. И рябь пруда, и журавлийный крик, и грусть берез, и перезвон копей, и каждый день, и каждый, и каждый день. Этот конкурс, он как-то объединяет творческих людей. Он выявляет истинные таланты. Он подчеркивает, кто на что способен, скажем так. Ну, замечательный, добрый, теплый конкурс. И очень хочется, чтобы он продолжался, и продолжался, и продолжался, и все последующие годы. Фестиваль «Самоцветы» продолжается. Участники демонстрируют свои способности в разных творческих направлениях, в очередной раз доказывая, что Одинцовская земля богата талантами. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».